Здравствуйте! Можете ли вы себе представить, каким был бы мир без десертов и без нежного аромата ванили? Почти треть любителей мороженого в мире выбирают ванильное в качестве первого выбора. Ваниль везде, от мороженого до пирожных и даже в духах. Ванильный аромат популярен во всем мире. В последние годы цены на натуральную ваниль взлетели до небес. Одно время она была даже дороже серебра по весу. Но история этого любимого аромата совсем не похожа на ваниль. Как получилось, что этот аромат стал стандартным вкусом для некоторых из самых популярных в мире десертов, а ваниль стала такой дорогой. Почти 80% ванили в мире выращивается в идеально подходящем климате в северо-восточной части Мадагаскара. Это основная экспортная культура страны. Также среди крупнейших производителей это Индонезия и Китай. Для фермеров Мадагаскара жизнь становится гораздо слаще, когда цена на ваниль растет. А растет она постоянно. Если в 2014 году ваниль стоила 80 долларов за килограмм, то через три года она уже выросла до 600 долларов. Сегодня цена стабилизировалась на уровне около 500 долларов. Рост цен частично связан с глобальным спросом. Эта тенденция к естественному питанию означает, что пищевые компании избегают синтетических ароматизаторов. Но цена может измениться очень быстро. Колебания цен влияют на производителей сельскохозяйственной продукции повсюду. Всего за несколько недель цена может подскочить или упасть более чем на 20%. Дело в том, что это просто крошечная отрасль. Ведь один циклон может полностью уничтожить весь урожай на Мадагаскаре, а выращивать эту культуру очень сложно и деликатно. Родиной ванили считается Южная Америка. Ацтеки ее очень любили и ценили, добавляли в горячий шоколад, а также использовали вместо денег, так как она была очень востребована и встречалась очень редко. Древние жители Мексики, Татанаки, впервые обнаружили, что ваниль растет в мезоамериканских районах, которые теперь называются Мексикой и Гватемалой. На протяжении всей истории ваниль использовалась в различных целях, начиная от афродизиака и заканчивая лекарствами для лечения мужской импотенции и укусов змей. Это было своего рода универсальное лекарство. Но как только люди вкусили его опьяняющую сладость, они попались на крючок. Сегодня при таких ценах стручки ванили являются второй самой дорогой пряностью в мире после шафрана. И именно поэтому 99% продуктов со вкусом ванили, которые потребляются сегодня, сделаны из искусственно приготовленного ванилина, а не из стручков ванили из орхидей. Орхидеи ванила планифолия производят стручки ванили. Ваниль – растение, которое относится к семейству орхидных. Это лиана со стручковыми плодами. В свежем виде стручки ванили имеют сочно-зеленый в начале роста цвет. Ваниль – одна из самых требовательных к выращиванию культур. Но с ботанической точки зрения плод ванили, как и всех орхидных, называется коробочка. В отличие от настоящего стручка, не имеет перегородки. Ваниль может быть вам знакома в виде сухих тонких стручков длиной от 15 до 25 см, которые можно разломать, чтобы выскоблить из них крошечные черные семена. Эти ванильные бобы на самом деле являются сушеными плодами орхидеи, от которой пряность и получила свое название – ванила планифолия. Натуральная ваниль идет на ароматизацию только самых дорогих кондитерских изделий и сладких блюд. В частности, шоколада и какао, содержащих продуктов, бисквитов и изделий из бисквитного теста, а также кремов и пломбиров. Выращивание ванили начинается с получения рассады из семян. Саженцы несколько месяцев выхаживают в питомнике. Здесь ведется активная подготовка для пересадки растений в грунт. Ваниль – это вьющееся растение, поэтому в первую очередь подготавливают столбики для опоры и почву. Для лучшего роста растений в почву добавляют древесные отходы. Предпочтение отдается мульче, содержащей измельченную скорлупу кокосовых орехов. Со временем отходы разложатся и станут питательными веществами для растений. Один фермер, например, изобрел такие специальные емкости для выращивания ванили. Металлические корзины он просто заполнил массивной скорлупой кокосовых орехов. Он это сделал по простой причине – орхидеи – это эпифит, то есть растение, которое растет на поверхности другого растения и получает влагу и питательные вещества из воздуха, дождя и воды. Эпифиты отличаются от паразитов тем, что они растут на других растениях для физической поддержки и не обязательно оказывают негативное влияние на хозяина. В данном случае фермер обмотал кокосы органической проволокой, которая будет медленно перегнивать и давать необходимые минералы растению. Корни ванили пронизывают эту конструкцию и растения становятся сильнее и устойчивее. Наконец, работники приступают к посадке лиан. Их помещают в подготовленную лунку, в которой насыпан слой перегноя. Лиану прикрепляют к столбику. Каждой лозе потребуется 3-4 года, чтобы растение созрело и зацвело. Орхидеи цветут в течение 24 часов или около того только один раз в год. А это означает, что производители должны проверять каждый отдельный цветок, чтобы они могли вручную опылить их деревянной иглой в нужное время. Если пропустить один цветок, то он не будет плодоносить до следующего вегетационного периода. Цветы ванили гермафродиты. В зависимости от сорта, цветет ваниль красивыми белыми, бежевыми или нежно-желтоватыми цветками. Распускаются цветы рано утром, а вечером уже вянут. И чтобы избежать перегрева и обезвоживания, нужно успеть опылить растения в промежуток с 6 до 11 часов утра. В день опытный работник успевает обработать от 1000 до 1500 цветков. Как правило, занимаются опылением женщины. Так выглядит процесс искусственного опыления. После чего начинается процесс формирования плода. Остается только дождаться урожая. В течение 6-9 месяцев после опыления и до сбора урожая, фермеры должны бдительно следить за своими посевами, иногда предпочитая спать вместе со своими посевами, чтобы ванильные воры не украли то, что часто является их единственным источником дохода. Они не могут полагаться на государство. Чтобы защитить свой урожай, им приходится брать дело в свои руки. Из-за процветающего воровства фермеры часто прибегают к сбору стручков до того, как они созрели. В результате качество получаемой ванили значительно снижается. Соответственно, уменьшается цена и прибыль. Такое положение дел приводит к нестабильности рынка. Сегодня производство ванили не покрывает мирового спроса. На глаз трудно сказать, когда стручки ванили готовы к сбору, но мелкие фермеры выработали шестое чувство, позволяющее им определить, когда стручки готовы, чтобы их снимать с лозы. Стручки начинают приобретать свой характерный ванильный аромат и вкус только после того, как их обработали и высушили. Затем их необходимо быстро отсортировать и упаковать перед продажей на перерабатывающие предприятия. При успешном опылении образуется стручок размером 15-25 см с тысячами крошечных семян внутри него. Стручки созревают 9 месяцев, и их нужно собирать вручную. Их собирают в тот момент, когда они начинают желтеть и содержат примерно 80% воды. В этот период развития растения в нем содержится максимальное количество эфирных масел, придающих ему аромат и вкус. При этом собранные плоды до обработки не имеют своего характерного запаха. Этот аромат исходит от химического соединения, называемого ванилином, который появляется только после варки, либо обжарки и последующей сушки плодов. Сбор урожая довольно прост. Стручки просто срезают с растения. Для производства 500 грамм переработанной ванили требуется примерно 2,5-3 килограмма зеленых стручков. Технология производства данной пряности довольно сложна. На первом этапе незрелые плоды собирают, промывают и погружают на 20 секунд в горячую воду 80-85 градусов Цельсия, осуществляя таким образом своеобразное кратковременное бланширование. Затем плоды выставляют на солнце в шерстяных полотенцах потеть, для того, чтобы стручок перестал созревать и начал ферментироваться. Далее стручки в течение двух недель сушатся на солнце. В следующие 30 дней стручки будут подвергаться медленной сушке уже в помещении. Таким образом происходит ферментация плодов. Только после ферментации ваниль приобретает характерный аромат и коричневый цвет. После этого пряность в течение нескольких месяцев сушат в тени на открытом воздухе. После появления на стручках белого налета считается, что пряность готова к употреблению. Затем ваниль перерабатывают. Ее сортируют и только после этого плоды будут готовы к упаковке и транспортировке на продажу. Процесс выращивания и обработки настолько сложный, что в мире ежегодно собирают только около 2000 тонн стручков ванили. Качество ванили зависит от множества факторов, начиная от ботанического вида лианы, из которой она получена, и заканчивая условиями проведения ферментации и сушки. Поэтому в мировой практике ваниль разделяют по качеству на 8 сортов. Выращивать ваниль европейцам оказалось непросто. Когда испанцы привезли ваниль в Европу на рубеже 16 века, растения отказались приспосабливаться к новым опылителям. Растение приживалось, но стручки не завязывались. Проблема заключалась в том, что в родной Мексике ваниль опыляли эндемичные пчелы-мелипоны и калибри, которые не водились в других странах. Ботаники оказались в безвыходном положении. И только в 1841 году садоводу Эдмонду Альбиусу удалось вручную опылить растения ванили на острове Реюньон при помощи травинки и движения большого пальца. Альбиус был рожден в рабстве, и на то время ему было всего 12 лет. Он узнал о ботанике от владельца плантации Ферреола Белье Бомона. Альбиус стал изучать растения ваниль и нашел его репродуктивные части. Он перенес пыльцевое зерно на рыльцы цветочного пестика. К этому времени Бомон ухаживал за своим растением ванили уже 22 года, и усилия Альбиуса впервые принесли свои плоды. Бомон немедленно отправил Альбиуса обучать других рабочих плантации сложному искусству. В течение следующих 50 лет ваниль очаровала жителей Европы. Остров Реюньон стал крупным экспортером ванили, производя ее почти 200 тонн в год. Но без гениальности этого 12-летнего порабощенного ботаника, ваниль, скорее всего, так бы и осталась редкой и экзотической пряностью. Техника опыления растения ванили Альбиуса используется до сих пор. Но как это волшебное растение превратилось из афродизиака в ароматизатор всего, от печенья до супа? Усилия Альбиуса расширили область применения этих вкусных ароматных стручков, но использовать их в качестве приправы не было его идеей. Американский посланник во Франции Томас Джефферсон популяризировал ваниль как приправу к мороженому. Сегодня производится гораздо более дешевый синтетический ванилин. Удивительно, но в западных супермаркетах он встречается чуть ли не чаще, чем натуральный, и стоит в разы дешевле, хоть и имеет весьма отдаленное сходство с экстрактом настоящей ванили. И все же в последние годы в мире все больше людей предпочитают покупать натуральные продукты. Органик магазины никогда не пустуют, несмотря на цены. А это значит, что у настоящей ванили есть все шансы занять подобающее ей место в мировой кулинарии, парфюмерии и косметологии. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok